сегодня купила китайской груши как считается получится ли пророщенный из я семечка саженец привить на нашу грушу может есть такого ну и опыт есть такой который даже не надо и пробовать посмотрите она берет китайскую грушу наверное она ждет что она вырастет и получит наверное она так думает что получит очень вкусную грушу потом она возьмет семечко теперь из него вырастет саженец а потом эту саженец приведет на нашу грушу во первых очень долго очень долго во вторых и семечко что вырастет знаете я вспоминаю с огромным уважением но повезло мне может виновата моя любознатель поехал я к этому к боднеру борисовичу еще через все в сибири а потом про доказал что он единственный где было когда он спиливал черешню высотой отвлекся помните добрый злой следователь 15 метров высотой все в черешне я когда приехал к нему она была где-то метра 5 высотой вся я жрал жрал и все таки основиска раз несколько лет уже сайногорске прожил у меня дача у меня какие-то планы вот еще не такие как сейчас вот но уже были какие-то мечты вот я жрал жрал настоящую черешню потом запомнил потом шли год она росла 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 и доросла до 15 метров у меня есть фотографии вы старики кто со мной давно общается видеть метр диаметр пня а если а вы же снимала телевидение приезжал знаете откуда я это самый сайт ртр вот и он гордо показывал еще тогда вот эти пленочный ролик или как это пленочный мобина вот сняли всего ну и что хоть приехал к нему ученый после этого увидел назвать фамилию не буду хотя у нас их так мало что я все фамилии знаю вот их чего-то меньше чем вот этих пальцев и тогда он рассказал все мы с вами сертификат вы нам черенков вы нам это плодов сертификат вы будете видеть через несколько лет когда он понял что его надули вот он сказал да если этот товарищ появится я найду грабли дать ему по хребту это было и вот получается такой же как я уже умер результата 0 кроме меня никому дела нет и не было вот единственно у меня маленький-маленький группе через садик несколько таких маленьких и 9 взрослых вот этих чешу и все я не мог я бы мог сделать 100 200 то есть я взял в эти пол гектара которые у меня сейчас есть осва пришлось бросить потому что выжили оттуда выжгли вот а тут пол гектара я помог там 200 допустим чешу кто меня кормил бы уже сейчас мы эти прям бракем не стоит ветки переноситься друг другого этих-то полного этих самых штамповых вишен то идите их и того же они еще нет прижимаемость слабая я над этим тоже работу посмотрите видели или вишня получается крупнее вы смотрите видите да или как я пишу метров надуло основной штамп это вишневый вот вот он дает корневой отводок я прививаю получаю чаще всегда мощнее по генетике мощнее вот мне фенотип другой и тогда получается что ну через через сало как сало а весь это стало видите какой а сравнивайте по веткам ой по листьям что я вас не дурю и один из этих еще не плодоносит сергея у этого у сына его нового этого были суси значит порветчик раздобыл и вот такое чудо получилось самое интересное не замерзла уже в третий год но пока урожая не было но но интересно же интересная моя рука моя линия жизни в общем то человек плачет мне через десять жить да уже это самое пугая вас в следующем году я не проснусь а вы останетесь без этого без так без без таких чудес знали бы что мы сергеевна творили в этом году только селекционных сделали стук 200 этих самых прививок чего мы на чего только не прививали у обоих свисло крышу он сам по себе я сам по себе я только заметил там привил и вот 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 это настоящая любовь к садоводству вот это есть вот но к сожалению все не ухватить я ему говорю займитесь и не буду вот и все мы не смогли на казенный кост нас никто не взял филиал академии никто не организовал значит они будут сидеть без эти без наших клонов без выдающихся ну а что они врачи вспоминайте пожалуйста первый урожай первый урожай ну нет я размножил нет и так я взял ветки я привил вот тут уже не мог устоять я все-таки живой человек а как вам это у меня один из способов такой знаете что мне надо чаю подлить все секреты раскрывать только потому что меня моя дочка сейчас я чуть теплой водички добавлю это полторы минуты разговор серьезный вы заметили друзья я уже перестал об этом конкретных советов мало даю правда кошек не забыл кто не забыл все-таки мысль стал тема если мы все меньше не слышала итак фотографии сделаны в десятьемом году шестнадцать лет назад сам расцвет раниток когда я сюда приехал каждом саду как они попадали в сад эти они были это редкий случай сейчас объясню почему редкий ранитки были размером ну средних как виноград если было невозможно деревья были сразу с этим разобрался были не привиты дичали на 5-10 год потом они становились еще меньше как ногти на пальцах карьера и заканчивается через некоторое время их выпиливали конечно можно было бы как-то учитывая кладезь витаминов как-то бы с ними помягче обходиться интересно что скупщики они уже давно не появились у нас сады были неплохие даже до меня вот и самое главное что он не самый любимый был на скупку ранец и вот то что для нас вы извините изражения вот от таких морду воротили мы достигли уже 200-300 грамм вот морду воротили от этих у они увозили на север и там они брали сходу а продавали как яблочки ну то есть нормальную цену брали раскупали вообще почти бесплатно и первый вопрос когда они подъезжали камни у вас они есть а у меня была вера нет это погибло по глупости ну а пара по глупости в другой раз это он скажет ну вот нашелся специально сам загубил дерево а учишь нас давайте про то которое не загубил мне не на что было прививать его примерно в этом возрасте обратите внимание внизу видите покрупнее по это плотики вот тут вот смотрите сейчас увидите они тут не получилось тогда наоборот уменьшим вот хотя бы так они довольно прилично и получается что они сохранились тех что они уже начали то времени действительно течать 10 а я взял и привел крона три культурных сорта яблонь один из них даже был богатырь он продержался на 10 вот а потом все таки это ветка погибла но но мне кажется что культурность перешла именно к этим самым ранецком почему я говорю начинаются трудные времена в отдельных регионах даже которая по географически располагались даже южнее меня южнее и западнее то есть там вроде бы тепле а там было мороза 40 45 где-то 50 ну нельзя без ранее так вы поняли на что я намекаю я добрый следователь нельзя без ранее так-то тогда вопрос сайт который будет делать и нас она гражданка савельевич кто будет делать сейчас прошу прощения почему тихо алё да да а подождите а это не вы который она будет почетный гость он позвонит его том что у меня что-то случилось сейчас не хочет громко говорить сейчас секунду расскажите пару слов давайте так если это вы то я с удовольствием прерываю свой рассказ планетки и я и все мы вас слушаем давайте говорите я хочу сказать большое спасибо за косточки абрикосов а вот почему я просил ваш вот давайте поймал условия у меня схожесть этих абрикосов 100 процентов позапрошлогодних абрикосов Я использовал мне персики уже прошлого года. А взошли? Взошли уже 9, уже посажены в стаканчики, тошены, как бы, все, вот. Еще один остался, Минусинский, одна косточка осталась. Вот, сейчас начали груши сходить. Вот я сегодня их еще покрыл, посадил из 15, вот из 6, сегодня сразу зашло, и я их посадил. Это позапрошлогодние косточки. А скажите, почему у вас они не были посажены годом раньше? А у меня было посажено в 18-м году. А вы, я у вас специально попросил позапрошлогодние прислать, что у вас на них была скидка. А, все, 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 понятно. Так, знаете, мы, я очень вам благодарен за этот звонок. Значит, не расстаюсь с вами. Что вы, майора, я забуду, что Семенградская область забуду. Вот, но я седьмой год веду вебинар, и не забывайте, пройдет осень, результат. Пройдет еще вот результат. И так до бесконечности, хорошо? У меня что-то беда случилась, знаете, какая? Я сегодня должен был начать вебинар с нескольких фотографий роскошных. Человек присылает фотографии и говорит, вот он урожай, вот ваш. То есть он не пришел, когда был урожай, когда, а спустя вот, почему, да? И я не могу найти это письмо, я, ну, потом скопирую. И так обидно. Я обращаюсь вроде не к вам, а к нему. Ну, елки-палки, найдись, пожалуйста, дружище. Прошли еще раз фотографии. Многие имеют и даже не догадываются, что я обязан отчитаться перед общественностью. Что это все действительно реально. Ну, да. Да, рассказываю, слушай. Дружище из этого, из Башкирии, у меня плохая память. Я могу назвать имя, фамилию, но боюсь, что я ошибусь и обижу. Итак, рассказываю. Сегодня уже рассказываю третий раз, только сегодня. Как анекдот. Вот послушайте, и пока расстанемся, ладно? Да, хорошо. Вот. Итак, как анекдот. Когда, он говорит, у него был единственный персик, который дошел до плодоношения, косточка. Урожай был, он прислал фотографии, там смотреть было. Так что из-за плодов не было видно дерево. А ему всего пять лет. И вот это вот они говорят. Когда я занес домой восьмое ведро персиков, Башкирия, меня не пустили домой, сказали, хватит. Надоел. Ну вот и ради этого стоит жить, понимаете? Ради этого стоит жить. Ради таких рассказов, как ваш, как его. А когда я говорю, у меня знаете, как записано? Сейчас мы еще пару минут с вами. У меня написано, каталог урожая 22-23. А у меня 22, в 10 раз больше было косточек, чем 23. А они у меня отдельно идут. И я показывал фотографии, ну, сфотографировал этот холодильник. На банке 23, а 22 вообще без названия. Нет, дата, значит, 22. Человек молчит, я им отправляю 22. Они лучше всходят, чем 23. Ну, это правда. У меня вот сколько уже людей подтвердит. Это правда, вот. Да, да, вот тот прошлогодний, лучше, чем я вот даже свежие вы мне косточки прислали в 18-м году. У меня там было где-то процентов 70, где-то 80, а другой был и 60, и 10. Вот. А эти вообще, ну, я даже не ожидал. Все взошли, все. Вот. Так, пусть меня все-таки послушают. Ну, может, сегодня всех заказывают. 20 процентов скидка. Да, да, да. Вот. И у меня еще впереди есть отчет такого же товарища, как вы. У него такие проценты. Будь здоров. Так, все. Это друг майора. Давайте, спасибо вам. Вы так, благодаря вам, я не кто-то такой рассказал. Домой не пускают с персиками. Ой, не могу, я успокоиться не могу. Все, давайте отключаться, ладно? Хорошо. Вот. Я надеюсь, никого, никто не уснул, пока я смеялся. Ладно. До свидания. До осени. До осени. Ради этого, друзья, стоило жить. Так, значит, что получается? А получается, что, если возвращаться к этой теме, кто будет выращивать ранятки? Их надо прививать. Их надо прививать. А вы знаете, у меня осталось несколько черенков. А вы знаете, что у меня за всезиму? Я срезал их немного, 10-15. Так, вот. А, два пути удержать культурность. Вот это самое. Вот. Я вас не показываю ради вот этого, ваших ладоней. Вот они как стали такими? Итак, железо, которое якобы запрещает колесо деревьев, считает, что я-то примерно на 32-33 году жизни я омолодил фотографию, покажу в другой раз. Но не могу я вообще найти. Нет системы, нет секретарства, нет ничего. Вот. Так вот, я примерно на 32-33 году на ваших глазах отпилил все ветки, кроме одной. То есть, сделал страшнейшую омолаживающую обрезку. После чего на той ветке оставшейся плоды стали в два раза крупнее. Вот. Вот они. Здесь они удерживались за счет прививок культурных. Психикультурные потом погибли все равно. У них век оказался короче. Ранятки по барабану. И она все равно начала дичать. И потом мы вернули, только когда она была совершена сильнейшая-сильнейшая обрезка. Вот. Здравствуйте, дорогой Валерий Константинович. Учитель получил о вашей книге. Светлана. Кто Светлана? Ну, разберемся. Хорошо напомнили, про книги тоже надо. Вот. Для того обидно. Книги никто не покупает. Нет, почти не покупает. Вот. Дальше, значит, сбился с мысли. Теперь, я срезал десяток веточек, и они пролежали всю зиму, и сейчас лежат. Ни одна веточка не куплена, чтобы удержать именно вот это и вот это. Поняли? Ни одна веточка не куплена. Вы думаете, не обидно? Это значит, что будущего у наших садов нет. Помните, как я говорил? Музей, этот сад, вернее, сад. Значит, я уже два сада назвал этими музеями. Помните, да? И Тимиряйзовский я назвал, что это музей. Вот. И сад Крутовский я назвал, что это музей. Но именно, и получается, я себе противоречу. Так, в саду должны расти ранетки, в саду должны расти манчжурские абрикосы, в саду должны расти китайские сливы, в саду должны расти не просто эти самые, ну, про грушу я пока не буду, потому что одни сильно дикие, другие сильно культурные. Вот. А из полкультурах у меня всего один сорт и тот сварок. Так вот, это ладно. Ну, сам принцип вы поняли. Ранетки, сибирки, окультуренные, нет, ладно, ранетки, китайки, значит, манчжурцы. Вот же я вам показывал эти манчжурцы. Они должны быть в каждом саду. Она, кстати, вишни, 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 вот эти. Они должны быть в каждом саду. Дальше уже не буду вверх листать. Вот. Поняли, к чему я вебинары веду? Ни одновецки не купили, ранетки. Кто-то скажет, у меня есть. А ну, это один из сотни. Ладно, смотрите, что получается. Осталось полчаса. Ну, тема, подвернулась фотография у меня, знаете, какая? Подвернулась фотография колновидной яблони. Вот это Баргузин. Было место тут, это вылезло из земли, это Сибирка. Или посадил, в общем, привел на нее и забыл. Значит, еще раз объясняю всем и каждому, особенно тем, кто верит в лапшу. Вот. Только первые пару лет вы увидите на штамбе, на центральном цветочке пару лет и плоды. Все! А потом светение и плодношение переходят на боковые ветки. А их приказано. Это просто ужас, это предательство. Выращивают, им говорят, ну, купили, а у нас боковые ветки полетят. А вы их отрезайте. А куда людям знать, что пару лет все, дальше идет голый штамб будет, как коленка. Будут торчать только сухие, подчеркиваю. Сухие, вот жалко, я не могу полностью посвятить, допустим, колновидным. В это время другие темы пропадут. Вот. Колчаточка, вот такая вот, со спичкой, вот такие все сухие будут через третий год. Все! Только благодаря боковым веткам продолжается подношение на колоннах. Но если истинная колонна, она 15 лет должна центральном штамбе вранье, обман, проверено, проверено так и этак, и по-всякому, и вверх ногами, и все это только не делал, бесполезно. А потом переходим на абрикосы. И этого вообще на один год поплодоносец, штамп центральный, а на второй год он уже голый, как коленка, уже на второй, третий год уже точно голый. кто придумал колонновидные абрикосы? Мы уже фотографию использовали, чтобы показать, что абрикосы колонновидные существуют. А? А, я не буду отвлекаться. Я хотел показать, какую фотографию используют. Вот. Вранье, ставшее почти брендом, колонновидное, подоносит так, что яблоко между ними просвета нет. Груши, абрикосы, вранье, вранье, половина нарисована. Из 10 8 нарисована. И верят, что это не нарисовано. Как они могут отличить? Это злой следователь. Вот я и сказал, вселенский обман складовыми подвоями. Подлость невероятная. о сухих косточках. давайте. Добрый следователь. Направляю вам результаты сертификации абрикосов. Закладывал 27... Нам это надо, нам цифры нужны, нам даты нужны. Закладывал 27 декабря 27 года. Хранил погребы при плюс 3 градус. Так. Закомнили? Вот. Высадил 60 костей смотрим сюда. Стартификация остальных костей и семян. Заметьте, 27 декабря. Поняли? То есть, в конце прошлого года, считайте, это Новый год. схожесть и учеба из учебы. Я первый, единственный в России, кто сказал, готовим песок в соотношении с водой. 6 к 1, 7 к 1. Помните? Когда он написал 7 к 1, 7 к 1, это значит, что это чистый мой ученик. Вот. А, я сейчас как вспомнил. вот это, вот это, вот такой же журнал, примерно несколько лет назад, женщина-садовод, кажется, Московский Ботанический сад, вот, которая взяла, не согласилась с тем, что я учу не глубоко не закапывать, это все, что у него взошло, должно прогибнуть. Почему? Она же пишет протяжи 5-6 сантиметров закопать. Спичный коробок на 5 сантиметров. Поняли? Это отслуженная смерть. Что она написала? Ну, почему нельзя просто спорить, почему нельзя отстаивать свою правоту, почему нельзя сказать, что у меня абрикосы посажены 20-30 лет назад, как у Жильзова. Живы. Вот. Небезызвестный садовод из Северии. А фамилии нету. А кто единственный требует от вас, от всех, от нее, чтобы она отказалась от этого, от 5-6 сантиметров, отсрочная смерть. И вот здесь вот написано небезызвестный садовод из Сибири. Ну, почему нельзя просто сказать, Жильзов считает, что это губительно. А я говорю, нет, а у меня примеры. И приводит свои примеры. А я свои, а она свои, а я свои. Вот. И у нее наверняка такой же сад, вот, примерно такой же, да, как этот самый. Вот. У нее примерно такой же сад. да, Элена Александровна? Вот. Вот такие же у нее плоды. Вот. А почему? Ну, потому, как кончается нау. Это я не мог, вы понимаете, я не могу, когда вот так вот себя ведут. А за этим, за этой публикацией сотни тысяч людей посмотрели же. Ну, сейчас всем, что меня, меня не может быть, она меня, что, раз я выгляжу дураком, раз она стоит на своем, 5-6 сантиметра, она стоит на своем. И, может, она меня пожалела, а то, скажем, железов того, накажется дурак, он же говорит, найдем, но это неправильно. Она мне пожалела, скорее всего, но не стала меня позволить, что железов считает, что это неправильно, так глубоко закапывает. А вы что наоборот? Вред-то какой? Ведь ей-то померят, а наши специалисты, а я кто? Любитель металлур, что с меня взять? Теперь давайте так, все-таки учиться по железу. Итак, всем к одному песок, вода. Схожность. Сын ложился, раз, два, три. 34 штук, вышло 26. А? Ну, конечно, у майора лучше, но у него-то они же лишний год пролежали. То есть он-то работал с этими, залежалами. Итак, 34, 26. Впечатляет? 22, 28. Впечатляет? Вот. 15 и 16. 6 и 7. 8 и 10. Вот, с этим, мы приходим, баем, не повезло, 2 из 10. А дальше? 8 из 10. 10 из 10. 80. Это что? А вы представляете, сложите теперь. 10, 26, 28, 30, 36, 42, 52, 57, 77, 79. Ну, в общем, округлено, 100 штук, вот у него сад готовый. Сад готовый. Вы понимаете? Ну, пусть он выписал штук 120, 140. Пусть. Умножаем на 25. Ну, ну, на 3 тысячи выписал. 100 садуцов, расти у него будет. 100! 3 тысячи потратить. Маджурский абрикос, вот видите, тут в том числе есть и сыновья Маджурца. Я вам показывал рекламу, от 3,5 тысяч до 12 тысяч один саженец. А здесь до 3 тысячи сразу сотня. Ты что, без обмана? Где у меня за эти самые? Видно, что они замёрзшие были, сухие были, завалявшиеся были. А? Что я обманул, что нельзя всем к одному делать воду. в соотношении воды. Ну, и сейчас они 1010 выброшу в чёртовой матери. Уже буквально через, ну, недели, две, три. Почему это никому не надо? Это же не я придумал. Это не мой посер. Я ни права не просил, я никому не подсказывал. Я сам удивился. А вот и они. Это, если к этому же письму более привозят, вот эти фотографии. Ну. Ну, и мой совет, походу. Я разволновался, но как же так? За 3 тысячи. Кажется, что, если получается, что какие-то не взошли, они ещё могут зайти чуть позже, да? Вот. А это ещё не вечер. Вот и всё взойдут. Ну, даже если получается, что Курский брал по 25 рублей, получается, потратил в среднем, учитывая, что есть ещё и не взошедшие, 30 рублей. Ну, 30 рублей за Курску, кажется, много. Железа вот такой. И, вы ругали меня? Помните? Это самое? Ещё как ругали? И эти самые, тебе лезвики у меня мордой, а? Брат, вспоминай. Что железа вот такие цены. Ну, за 3 тысячи цена саженца средненького, который замёрзнет 100%, 3 тысячи, средняя цена, я вам показал цены и 6 тысяч, помните? Кто как, кто у вас, и 8 тысяч, и до 25 тысяч? Ну, эти приростки. За 3 тысячи 100 деревьев, абрикосов. Да. Я уже, ладно, вы уже давно добрались. Всё, я перед вами распинаюсь. Вы лучше своим этим, соседям, друзьям, родственникам, любовникам. Расскажите, а это, потратьте ещё. Да купите, подарите, ведь человек же не просто так. Он, он знаете, где в липто? Ему пришлось бедному раздавать. Он, наверное, сам не ожидал такой эффект. Ладно. Ну как, умею убеждать, только потом всё равно. Я вам на каждом вебинаре то про серенки, то про косточки. Да-да-да. Потом тишина. А это закладка вот та самая. приготовлен песок. Шесть к одному или семь к одному. Вот. Я уже перестал, это я для вас придумал такую меру. А я на глазок у него убираю. А потом, вы видите, это мой внучок Тимоша слой песка, слой сырого песка, слой этих же косточек. Я сейчас несколько вебинар таких выбрасывать буду. Вот. Любот это нормальная работа, профессиональная. Вот. А всхожесть вы видели. Я думаю, это всё, нет. А, ещё такой момент, скоро заканчивать вам. Нашел среди вас очень чек, он решил, что эффектно сделать так. Константинович, зайдут, присылайте, которые прокрылись. И я и это самое. Пока дойдут, я их высушу. Ага, что-то пробовал, ни черта не получается. У меня всё спит. До сих пор. Как попадают в чужие руки, всё сходит, сходит. Я его никак не смог набрать, потом взмолился, говорю, я бы даже больше вышел, только откажитесь от этой идеи. Вот. Всё равно почти всё взойдут. Чек отказался, я ему столько душой выстал не 50, а 60 косточек. Так, а теперь, а теперь, друзья, это очень важно, я не хочу терять лишний вебинар. У нас осталось 15 минут. Один из наших ведущих садоводов, я не боюсь этого слова, один из ведущих садоводов и любителей. Вот. А это высшее качество. Это Алексей Алексеев Иванович. Я всё очень забываю, путаюсь, но если, а потом и переходит месяц, помню месяц, забыл. Короче говоря, он, это шелковица, шелковица он раздобыл у меня когда-то. Так, черенки прорастил, вырастил сад, теперь он таким путём укореняет. Это самый естественный способ укоренения, видите? Положил метку горизонтально, присыпал, наверное, поливал, результат. Внимание. Здорово. Согласитесь? Теперь посмотрели мы на это чудо. А теперь сюда. Вот это уже порощенные шелковицы. И это перед вами самая морозостойкая в мире шелковицы. Почему я так говорю? Севернее меня вы не найдёте. И где морозы в этом... Ну, это я про географическую сферату раз, севернее, и про где морозы покруче, и даже где морозы послабее моих, вы нигде её не найдёте. Вот. Перед вами самая северная в мире. Вначале полюбуемся. Самая северная в мире шелковица. Алексей Иванович, я тебя не обманул, и ты мои надежды не обманул. Это уникальный человек. Вот. Один из всех, он поддержал Галину Латинкову после того, как погиб Юра. Вот. И эти саженцы попадут к ней, или попали к ней и будут пройдены вам. На масштабы, когда она должна быть в миллионах российских садов, не вымерзая. Раз. Это абсолютно однодомное дерево. Она плодоносит без мужика. Понимаете? Без мужика. Вы вырисите из косточки, половина будет мужских, у вас же проблем в два раза больше. А это размножено женское дерево. И плодоносит, и ни хрена ему не делается. Поняли? И не замерзает. Переехала в Челябинск, подчеркиваю, из Хакассии, ну, точнее, не так, из Шушинского ряда Краснодарского края, она переехала в Челябинск. У вас сегодня не текут? А почему ее в России нет? А? Есть такое выражение, риторический вопрос. Итак, теперь объявление. Спешу поделиться радостью. Сегодня собрал выражай шелковицы железа. Ну, понятно, это не самое свежее это. Ну, выражает понятно волосиню. Но выражает, а нет, нет, все правильно, выражает не ягод, а саженцы. Вот. Прошлым летом прыгнул ветки, обработал укоренителем, и все. Сегодня, в день космонавтики, а это значит, было, когда, три дня назад, поехал в сад, выкопал, укоренческие веточки, теперь уже самостоятельно саженцы. Передам их питомник, доблая, умелая, трудолюбивая, руки, Галинии Латинковой. Подарок она их вынечит, осень реализует. Так что, тем, кто желает прибыти, это все не ставим шелковица железовая. Вот, вот все молодец. Это не просто шелковица, это правда шелковица железовая. А это шелковица железовая. Вот. У нее особая судьба, у меня у каждого сорта, сорта, у каждого клона есть история своя. Вот. Это считайте, что нет, было ничего и не будет. И вдруг пах, есть. Судьба такая. Судьба согласиться в глухой, не в глухой, но в деревне за 30 километров от Саиногорска. Зимой, самой холодной зимой за 40 лет ездить туда, когда как добираться. И там полутора десятков этих самых пенсионеров читать лекцию. Вот. А в награду оттуда привез черенки, черенок Персика Хасанского и открыл новую линию. Мою железовскую клон. Вот. И еще шелковицу. Это Бог подарил, потому что не должен был ездить туда лекции читать. Я читал лекции в Саиногорске. В центральной библиотеке читал. В музее читал. Вот. Телевидение меня показало за два года с повторами. То есть покажут, а потом еще четыре повтора. 600 раз. Зачем я туда ездил? А очень просто. я засыпал, а ночью мне кто-то шептал ухо. Езжай, езжай, езжай. А вы знаете, там у нашей пенсионерки есть этот самый персик. Ну и так далее. Особая судьба. Помогайте, друзья. Вот. Знаете, сколько грязи на меня выливает? Самое интересное было бы за что и себе это придумал. Эту тему пропускаю. Время осталось здесь минут. Вот. Итак, железо-темерязвики упрекнули. В чем? В том, что он запрещает людям резать, а сам режет. Да. Я запрещаю людям резать, коль нихрена не понимают. А то если я железо вижу, как он стоит возле дерева, у него пятиметровый секатор, и он этим секатором на высоте 5 метров, ну 4 точно, вот, прям с земли, выбирает веточку, отрезает и говорит, вот эта веточка там не нужна. А я останавливаю эту запись-то и смотрю на это своими глазами. Нахрена он ее отрезал? Я и так, и так, не понял. Не понял. Вторую отрезал. Не понял. Третью отрезал. Не понял. Десятую, двадцатую. Он заработал свои 3,5 тысячи. Дерево изувечил. А как люди смотрят за этим? Они сами не понимают. Самое главное, что люди верят ему, что он сейчас вишневетки отрезает, и у них теперь будет заравить дерево, и будет два раза больше в плодо давать. А вспомните эти те же самых, уже не теми рязь, а этот само собой, этих самых, феи из этого. И как они называются-то этот канал? Бабер. В сердце плодовой ветки от нуля до высоты двух метров. На наших глазах полсотни веток вот так вот вот так вот секатор взял, у меня нет секатора. Вот так режет, 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 улыбается, режет, режет, режет. Все отрезало. Все, что рука дотянуло. Зачем ты их отрезал? Кандидат наук, филолог, куда ты влез это? Это злой следователь. Я каждый раз завожусь, я не могу понять, как их подпускают к экрану. Ведь человек также подойдет своему дереву и начнет отнизу, там, 5 сантиметров, и до высоты вытянутой руки начнет отрезать все подряд ветки. Ну, кроме вот этих двух-трех скелетов. Все отрезать. И на этих скелетах тоже все отрезать. Все отрезать. Это за несколько минут полсотни ран. Зачем? Ну, давайте это. А потом меня по морде. Сами режете? Да, режу. Вот это вот обрезка на заготовку свинков. Так? Что тут не понять? Каждая ветка отрезанная. Вот. Потом даст треветки. после после этого на следующий год острые ветки они будут уже, ну, мягко говоря, потоньше, покороче. Но они будут примерно вот такие вот. Вот самые правые, возьмите, право вверху. Они будут вот такие. Вот вот этих вот. а еще год там уже кардинальный обрезок. Все. Уже обрезка, ну, еще не намоложение, но уже почти намоложение. То есть, хочешь калечить дерево, вынужден калечить. Иначе ты останешься без денег. Вы останетесь без черенков. А, я забыл, вы о нем не нужны. Идем дальше. А более дерево постарше. Два пути. Первый. Мы, наверное, их делаем так. четыре движения бензопилой несколько секунд. Это вам не три с полу тысячи платить, чтобы вам дерево изувесили. А четыре чик-чик-чик-чик обрастают. Для чего? Первое. Действительно плоды укрупняются. Достать их станет легче. Они мгновенно обрастают. Погубить дерево этим невозможно. Вот такой обрезкой. Заметьте, никаких обрезок на кольцо. Заметьте, никаких обрезок на кольцо. Только укорачивание. И дерево живо. Или плоды не понравились перед прививком. Вот теперь простор. Вот. А я вам фильм приготовил. Да. Я фильм приготовил. Сейчас я вам покажу его. Все равно у нас уже заканчивается вебинар. Сейчас все вспомню, вспомню, вспомню. Документы. вот этот фильм. Я два фильма снял. вот этот вот. Смотрите. Ну, это друзья. Пытаюсь наладить съемку. Вот они видите. Очень важно. Я надеюсь. И вот сейчас я буду вот эти ветки, вот эту и вот эту скелетные ветки, я их буду сейчас перепрививать. Вот. Поняли, да? Вот. Ради этого я и вынужден калечить вот эти деревья. Вот эти вот. И вот такой простор. Вот такой. Но если когда я делаю чуть раньше, чуть раньше, смотрите, чуть раньше, то есть оно еще молодое, но я вам потом специальные фильмы сниму. Вот. Сейчас кругом мешочки под ними прививки я их сделал больше ста. Сергей сделал наверное не меньше. Вот. И вы увидите такие чудеса. Ой, жуть. Поняли? Я заманив, заманив. Вот надо кто-то купит. У меня после последнего такого же рассказа ни одного черночка не купили. Так. Поняли, да? Обрезка на положение или обрезка на перепрививку если дерево плохо если дерево не понравится плоды. Вот. Это я специально не показываю людей, потому что для меня это предательство. Самое настоящее. Это абрикосы. Они выращены в этих это здорово, они выращены в горшках, но к сожалению им обязательно сделали искусственный метр. Вот этот сейчас покажу вот этот тихий ужас. Посмотрите на самое левое. Да, видно, но это же съемка. Это я с экрана снимал. Вот здесь на экране хорошо видно страшные раны. Зачем? За что? И это специалисты гордо говорят, что мы специалисты, мы кандидаты наук, мы с центра такого с лучшим названием центра. Что вы творите? Зачем вы эти деревья искалечили? Вот, а он же будет полметра этот самый, снегу. И рано, 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 ведь он отмерзать будет здесь вот. Выше снега он может просто замерзнуть. Вы дерево искалечили, оно потеряло морозок. Неужели вы это не понимаете? Вот. Вот я, а, вот здесь лучше видно. я все-таки подгадал момент, смотрите. Ну, как можно было взять секатор, ведь это же ветки были, ветки, ветки, вот они выше оставили, а их надо было наоборот, вот все, что отрезано, оставить, а все, что выше, вот где начинается зелень, наоборот, отрезать, но годом раньше, когда ветки были целые, и верхние, и нижние. Вот тогда его расставит настоящий сад. Почему эти специалисты этого не знают? Почему у тысячи специалистов одно и то же застряло в голове, одно и то же, одно и то же, что нужен штамп? У природы его нету, ведь это же привитое дерево, вот же видно, где вы привили, вот тут привили, вот тут вы привили. У привитого дерева нету штампа, зачем вы искоречили дерево, а? Граждане, все, я выговорился, дальше пошла тема, сами догадываются, какая, тронетесь, гриб, тротовик, как его ненавидят, изувечат дерево, потом ненавидят, боже мой, вот, вообще-то у меня осталось две минуты, ну полюбуйтесь, ну куда вы лезете со своим сетям, секатором, со своим этим, ножовкой, ну, неужели вы это не видите, а? Ну, а это вы что? Сейчас сделаю чуть вот так, а это что? Тоже не заметили? За что? Это по-вашему зажило? Охрана. Самый ценный вид персика, персик Хасанский. Видите, какая охрана у него? Ну, давайте на этом закончим. Вот, идет последняя минута, а тем еще будет, я опять не добрался, я не добрался, я не добрался, не добрался, Макаров, 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 вылетит. Сейчас это, сейчас, сейчас, сейчас я закончу, знаете, чем, я хотя бы с словами, но вот памяти нет ни хрена, вот, не ехать же людям в Сибирь, кстати, к Сергею 3 дня назад приехали, знаете, откуда, в Салтае, ведь умудрится приехать за санкциями в Салтае, что-то тысячи полторы километров, мелочиться человек не стал, он купил у меня две книги, так, сейчас, 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 сейчас я его найду, вот он у меня, сейчас я продиктую, итак, здравствуйте, Валерий Константинович, очень приятно было услышать ваш голос, я очень рад, что вы не забываете меня, приятно было вам, так, сейчас я ради, вот ради вот этого вот телефона сейчас остановил, 8, его телефон, это тот, который нужно для работы, для общения с ним, 8, 95, 333, 666, 04, Алексей, это третий, и пока, может быть, таких не больше, пяти, в России, садов, как у него, вот, которые надо немедленно, немедленно брать, по этой, государственную охрану, и под это самое, национализировать, что с ним сказать, Алексей Иванович, пошел ты нахрен, вот тебе 10 миллионов, иди отдыхай, или, мы тебя же не наймем, нет, 10 миллионов мало, его сад стоит дороже, ну, соглашайся на 30, а, на 40, присядьте, хорошо, завтра же к тебе приедут, ну, как можно не приехать в чеху, вот этому вот, ну, как, все, я на сегодня закончил разговор, это пока был монолог, добрый, седатель, злой, закончил добрым, нет, злым, куда наука смотрит, куда, я злой следователь, опять злой, переходим на диалог, поехали, кстати, вот еще, так что это вас возьми, ну, как он этот сад, то почему он не сдох, без ваших обрезок, почему он не сдох, без ваших бесконечных опрыскиваний, 8 опрыскиваний за лето, опять начал волноваться, так, поехали, куда поехали, сейчас скажу, ну, например, сюда, пойти в комнату, пойти в комнату, вот, мы в комнате, сейчас мы будем оставаться с вами, этих минут на 5-6, вот, я их честно, я их честно, заработал эти минуты, я заработал 5-минутные вот их, ай вы, отахните от меня, вот, трудно, вот, когда с таким напором говоришь, людям, не все выдерживают, я понимаю, но интересное другое, или сразу человек смотрит, или уже не смотрит никогда, так, все, я отраку, и все, до сих пор, эфира, пищу,